Доброе утро, сына! Да, и потом приедет же, тебя заберет. Ох, и мама опекала, со своей опекалой. Давай, папу поцелуем? Ты папу опекай. Тебе скажи. А папа? Скажи, до вечера, папа. До вечера. До вечера, да. Так, Григорий, теперь тебя одеть, и меня одеть, и поедем. Так, ну что, сегодня я везу детей... Блин, что-то с голосом. Сегодня я везу детей в садик, а Сержиня уже на работу поехал. И мы до родителей едим работать, потому что завтра Антону Сергеевичу день рождения. А на вес стояно мыла. В общем, решили, чтобы не засирать. Да, потому что, когда мы вяжем зелень, тут, конечно, караул. Решили, в общем, там один день повязать. А уже в среду будем здесь у нас все делать. Все, я, в общем, посмотрю сейчас, как там Афанасия. Надеюсь, не будет плакать. Потому что, когда Сержиня его везет, вот он до сих пор грустный, идет в садик. Губку так вот поджимает нижнюю. Хочет плакать, но не плачет. Ну, посмотрим, когда я его буду везти, как он сейчас будет реагировать. Я сам побежал. Ну, иди вон, Анна Вячеславовна. Афань! Доброе утро. Что ты там? Покажи Ранку. Сейчас помажем, да? Упал. Пока бежал в садик. Антош, ты тоже провести брата? Так, ну что, Афаньку отвели, плачет. Папе все расскажем. Ой, ну что ты сразу папе хочешь? Ну, а что? Да ничего страшного, он соскучился. После выходных ему трудно идти в садик. А что? Ну, потому что на выходных-то отдыхал. Так, ну что, а мы работать, сынок? Да. Мы тут вяжем зелень. Уже 300 с чем-то, 360 навязали пучков. Укропчик. Начали с укропа, чтобы он не сильно согрелся. Ну что, мы будем обедать? Ты будешь обедать? Угу. А ты? Давай чуть-чуть прикрыть. Сначала. Спасибо. Все, мы покушали. Сосиски у нас сегодня, гречка, яйца. Да, огурчики, компотик. Зоя тоже покушала. Сейчас идет гулять с этой Верой, да? Пойдем? Иди ко мне. Пойдем, давай, Власть. Пойдем с тобой. Вот тут лошадка красивая, да? С каретой. Обалдеть. Обалдеть. А что оно такое? Глядь, как нажимается, да? А что это такое? Почему оно тут нажимается? Кого сюда надо сажать? Куколку. Куколку посадим, да? Лошадка какая красивая, карета, да? Надо и за куколку. Да, вот видишь, куколка боится. Сюда надо сажать. Да, можно посадить вот сюда маленьких, да? И сюда больших, да? Это у них может быть такая свадьба, да? Нет, куколки не сажают. Давай, куколок, вон у тебя, смотри, целый пакет куколок. Ну-ка, доставай, будем сажать, давай. Кактус этот, я еще помню, со школы его приносила. Он так круто выглядит и даже цветет зимой. Но у него такие колючки, которые немножко с таким крючком на конце. И они очень больно щипаются. Но вид у него обалденный, мне кажется. Вот тоже кактус. А вот эта вот штука очень красиво цветет розовыми цветами. Я помню, в кабинете трудов было много вот таких вот. Тоже как кактус считается. И такие огромные розовые цветы, как кувшинки какие-то. Рыбки красивые, да? Улиток тут сколько. Вот их тут на веточке сколько улиточек. Вот это еще здоровская очень игрушка. Детям очень нравится. Это в детском мире она продается. Такой, как чемоданчик с ручкой. Ну, просто вот. В общем, вот тут ее крутишь. Тут всякие кнопочки. И главное, что она очень тихо говорит. Звук не увеличивается, не прикручивается, но не пугает родителей. Здесь вверху как пианино, да? Здесь как книжечка. Здесь дверь очень интересно открывается. Замочек, да? Оп, уже девочка тут пришла. Уже другая девочка, да? Это звонок. Звонок, звонишь. Кто там, да? Это я, Зоя, пришла. Отмыкайте, отмыкай дверь. Открывай замочек. Ключиком открывай. Кто там? Говорит, это я, Зоя. Опа, тут папа с мальчиком, да? Да. Ты тут? Давай еще покажем, что здесь есть. Руль, да? Тоже ключик. И руль. Телевизор. Вот, тут видишь, даже включаются, выключаются. Включили телевизор, да? Выключили. Что здесь еще? Домик с животными, да? А вот еще это что? Телефон, да? Тут есть трубочка. Очень она интересная. Вот. Уже бах. И другой кто-то появился. И номер можно набирать. И опять. Очень интересная игрушка. Примерно от года. Очень детям нравится. Год, два. Вот. А Фонька даже вот сейчас ему три. Он с удовольствием играет. И Зоя играет, да, Зоя? Фонька на тысячу. Три года, да? Тащи, Сафоньки? А Зоечке всего два, да? Уже кондиционер. Такой вот сун-сун, который в окно вставляется. Но зато прохладно. Потому что жара уже на улице светит. Безумная. Вообще очень сильная. На улице невозможно выйти. Мама, какая красивая. Петунья. Я обалдею. Вот это мне расцветка очень нравится. И ярко-красные. Тоже обалденные. Амуля подушки. Нам тоже надо просушить. На солнышке их прожарить. Они тогда такие вообще здоровские, пушистые, становятся мягкие. Еще какая розовая. Тоже обалденная. Надо еще обязательно вот эти вот сухенькие. Отцвевшие убирать. Они легко. Чтобы новеньких было побольше. Куда летишь? Кто тут прилетел с такими красивыми крылышками? Это бабочка? Бабочка. Красавица моя. Зимой и летом стройная, зеленая была. Да, Зоечка? Громко, пой. Как раз остались, а широколичные. Ну что, я уже дома. Сейчас купила, заехала в магазин. Гриша, в общем, остался там у бабушки, девушка. Я заехала в магазин. Купила кое-что к завтрашнему дню рождения. Вот так яичек 30 штук. Купила еще скалку. В станице у нас нигде нет скалок. Единственное, в сельпо нашла за 56 рублей. Ой, блин, я даже не увидела, что здесь сколы, блин. Я прям в шоке. Ну ладно, пусть будет покажут, что моя очень уже сломана. Ее вообще неудобно катать. Она стоила 56 рублей. Так, зашла в кавказ, купила. Это деревенская курочка у нас местные. Местное производство. Это блинчики из печени. В общем, буду делать печеночный тортик. Рыбу. Такие вот стейки. Панга-соса. В общем, хочу их запечь. Два ведерка маринованных плечиков. Не хочется возиться с мясом, если честно. Вот, так что буду жарить. Не знаю, на костреле в духовке. Навряд ли, сижу, не успею, потому что завтра рабочий день. Так что, скорее всего, в духовке. Вот так, две пачки салфеток. Ашановские к нам привозят в магазины. 48 рублей одна штучка. Грибочки. Это для печеночного тортика. Так, что еще? Озерчай купила. Я люблю озерчай. Родня не любит озерчай. Поэтому у них... Они будут петли-то. Опять борила по скидке. По 69 уже рублей в магните. Поэтому взяла. Дали три вот таких каких-то карточки за покупки. Так, творог. Пятипроцентный. В общем, мне нравится такой. А как отборила? Три, по-моему, я взяла. Или две таких упаковки. И одну еще вот таких вот спиралек. Это одна из самых моих любимых форм. Еще бантики тоже очень люблю. Спагетти. Вот такие вот спиральки и бантики. Самые любимые наши. Так, две пачечки сахарной пудры. Одна 26 рублей. Другая 18. Также по 150 грамм. Вот. Ура! Сейчас скидка на творожный сыр. Вот такой вот от Хохланд. 57 рублей. Представляете, в магните. Так что я взяла прям зеленью две пачечки. И штучек пять или шесть. Обычный сливочный. Это будет крем для торта. Так, еще один творог. Нескафе Бористо. Со скидкой 169, по-моему, рублей. Шампунь взяла. Чистая линия. Потому что летом чаще надо мыть голову. Прям заметно чаще. И взяла такой недорогой. Шампунь и бальзам. Хмель и репейное масло. В общем, не знаю. Ну, мне обычно чистая линия очень даже нравится. Терочка для чеснока. Потому что сейчас хочется прям молодой чеснок. Достаточно крупные зубчики. Прям хочется его потереть. Чтобы не мыть большую терку. Взяла вот такую вот маленькую. Здоровская, да? Фитакса для греческого салата. Еще тут куча-куча творожного сыра. Зубочистки. Потому что у нас закончились бамбуковые. Еще одни отруби. Только овсяные. Я когда брала мюстер вот этой фирмы, очень даже неплохие отруби. Но они были ржаные. Они были твердые. Но мне кажется, именно потому что они ржаные. Ну, в общем, попробую еще вот эти овсяные. Настолько они твердые. Вот еще два. Вот этих вот. И пакеты для заморозки. Они достаточно плотные. Мне они нравятся. И все. Так что сейчас нужно быстренько все убрать в холодильничек. Я уже пошла, освежилась сейчас в душ. Потому что жара у нас прям 40 градусов печет. Я спекла вот такой вот один бисквит. Разделю его на два коржа. И сейчас еще один буду ставить. Бисквитик печь. В общем, я думаю, что я под видео оставлю рецепт, по которому я пекла этот бисквит. Называется он шифоновый бисквит. Вот. Если вам будет интересно. Только там была форма в рецепте на 24 сантиметра. А у меня на 26. Поэтому он немножечко тоньше. Но вроде бы его не нужно пропитывать. В общем, я еще его никогда не делала. Это будет пробный вариант. Знаете, торты это не то блюдо. Например, мясные блюда. Я бы могла какие-то новые попробовать сначала дома. А потом уже гостям подавать. Но торты нет. Потому что не хочется их лишний раз печь, кроме дня рождения. Ну, мы как-то так их не печем, кроме как на день рождения. Так что, в общем, это будет шифоновый бисквит. Первый раз. Он идет с подсолнечным маслом и с молоком. В общем, в рецепте будет ссылочка на видео, которое я смотрела под этим видео. Вот, и сейчас буду еще один готовить. У меня сейчас будет грибной супчик готовиться на ужин. Это картошка, морковка, лук. Там еще три зубчика чеснока. И, в общем, сейчас все это картошку буду варить. Делать еще зажарку из грибов, морковки, лука и ветчины. Ну, что, у нас в преддверии дня рождения в доме закончился баллон газа. Поэтому готовлю здесь под навесом. Здесь у меня делается, жарится зажарка. Грибы, ветчина, лук, морковка. На подсолнечном мате. Все вот это вот будем обжаривать. Так, все это обжаривается. Здесь готовится картошка. Посолила, поперчила. Здесь картошка варится и зажарка. А я сейчас пойду развешивать белье. Теперь куча стирки после вчерашнего отдыха. Ну что, вот такой вот супчик получается. Буду еще немножечко водички добавлять. Добавила сюда буквально жменьку. Вот такой вот, как домашние лапшички. Вот, и сюда еще баночку вот творожного сыра с зеленью. Мне кажется, должно быть очень вкусно. Еще укропчик и чесночок в конце. Так, ну что, супчик я приготовила. Вот, а сейчас уже собираемся на каратэ. Григорий тоже обувается. Я готов. Он приехал от бабушки с девушкой. Был у бабушки с девушкой пока. Мы все время в компьютере сидели. Да, ну не, ну жара на улице, конечно. Все, котик, давай, я тебя жду. Пошла себе сейчас воды наберу, хорошо? Вот, а по сети играли в Майнкрафт. Что? Мы уже умеем подключаться. Афоника тут с папой пьем кефир. Как тебе кефир, сына? Вкусный? Афонь? Да. Расскажи, ты больше плакать не будешь в садике? А, мама, будешь. Я еле нашла в Мушастовке 33% сливки. Вот за 215 рублей нашла. Сейчас будут делать крем для торта. Так, все уже спят, а я тут делаю порт. Я уже его собрала, намазала кремом. Сейчас раскрасила мастику. И разные цвета. Желтый, зеленый, черный, голубой. И розовый, красный. В общем, для меня он розовый, но как бы по цвету был как бы-то красный. Все это теперь сейчас на минут 15-20 отправлю в морозилку. Посмотрим, что получится. Ну что, уже почти 12. Я доделала торт и сейчас иду спать. Очень хочется спать. Вот такой вот торт получился. В общем, такой. Не знаю. Музыка Музыка